Парень, успокойся же! Ну чё ты так завёлся-то? Ох, всё. Тут ещё кто-то прибежал. Так, так. Ёшкин Декот, как же всё опасно-то! Капец, вот это экшончик такой. Эй, ребят, вы знаете Дрейда? Нет? Тогда давайте я подробнее о нём расскажу. Это парень, который записывает реально классные ролики по Скайварсу. Но несмотря на это, у него всего лишь три подписчика. Я реально был шокирован, когда сравнил его контент с его количеством подписчиков, потому что сразу видно, что он заслуживает гораздо большего. Парень реально старается над своими роликами, но ему очень сильно нужна ваша помощь. Так что, если хотите поддержать парня и помочь ему с его развитием, то обязательно переходите по ссылке в описании и посмотрите его ролики. Я уверен, что вы тоже удивитесь, как у такого канала так мало подписчиков. Ну, в общем, ссылочку на него я оставлю в описании, обязательно переходите и подписывайтесь. Помогайте парню с развитием, ну а мы переходим к моему ролику. Всем привет, ребят, с вами Тумка, и сегодня мы играем в Скайварс на сервере Кристаликс. Это уже нечто новое, и вообще я бы записал давным-давно этот ролик, если бы я знал вообще про существование этого проекта. Но в любом случае, об этом я поговорил как раз-таки в самом ролике. Ну и сегодняшний ресурс-пак я вам скину за 400 лайков, и также хочу сказать то, что как только этот ролик наберет 600 лайков, я сразу пойду записывать новый ролик на Кристалликсе. Так что, если вам понравится этот ролик, обязательно поставьте лайк и напишите комментарий. Ну а я вам желаю приятного просмотра, и погнали! Йо, вот наш первый раунд, играем мы на карте, которая называется у нас Железная дорога. Правда, мне интересно, почему... А, Лола, я думал, это баганы блоки, на самом деле это не блоки даже. Это вовсе не блоки, это нечто, это нечто иное. Это баннеры, я не помню, как они на русском называются. Так, еще быстренько залатаю, значит, эти сундучки. Я спускаю вниз, ой-ой-ой, тут вещи валяются, вещи валяются, их немало. Ой-ой-ой, тут паренек, вот это уже опасненько, вот это уже опасненько, потому что есть паренек, надо его отсюда убрать. Нет, пока он меня не скинул, ну-ка не скидывай меня, пожалуйста. Не надо меня только скидывать, пожалуйста, не скидывай, нет. Боже, у меня хп нет, у меня одно хп, я убил парня, надо отсюда валить как-то по-тихому. Так, нужно переодеться. И, кстати, вы наверняка заметили уже мой ник, так как у меня ник такой вот интересненький, вот. И почему у меня такой ник? Во, во-во-во-во-во, вы че такие жесткие, алло? Алло, я думал, мы это, шутки шутить будем. О, давай-давай-давай, пацан-пацан, о, я убил его. Да ладно, ой, тих-тих-тих, кидаем эндерперлу, докинули. Вот это, молодцы, мы, конечно, так, надо бы вот так сделать. Мало ли он тоже запасся там эндерперлами всякими. Вот, почему у меня такой ник? Дело в том, что, во-первых, Тумка Геймс был занят, потому что я только недавно узнал о том, что создался такой вот проект. Вот, так как для тех, кто помнит, может быть, есть вообще такие люди. Когда-то давно, я даже не знаю, когда ты был, наверное, год назад, если даже не больше. Не, где-то как раз год назад я играл на старом Кристалликсе, и я как бы не в курсе был то, что его возобновили, скажем так. Но теперь я как бы в курсе, поэтому, парень, я тебя вот так вот убью, вот здесь прям. Так, отлично, я тебя убиваю. Оп, вот этот огонь нам может помешать, осторожненько. Так, мне бы немножко переодеться. Мне кажется, у него здесь были какие-то хорошие вещи. Так, вот, да, у него есть эндерперла даже одна. Всё это выброшу, чтобы нам это всё не мешалось. Опа, да, у нас уже дефмач начинается. Я выпью Fire Resistance, мало ли у него какой-то крутой меч. У него штанов нет, это, кстати говоря, хорошо для меня. Сейчас мы придумаем какую-то тактику, у меня есть уже одна идейка мелкая. Надо, чтобы он просто за мной побежал. Блин, он не хочет за мной бежать. Алло, ты чё за мной не бежишь? Дружище, беги за мной. Давай, давай, иди на меня. О, давай, давай, это такой опасный. У меня ведь, смотри, у меня есть лук, но у меня нет стрел. И чё в такой ситуации можно делать? Вот так вот, я тебя поджёг, братан. Это самое главное в этой жизни. Слушай, а почему у меня нет стрел? Объясни. Я думал, это был Стёп, оказывается, у меня реально нет стрел. Алло, это как так-то? Так вот, о том, что возобновили кристаллик, я узнал совсем недавно. Я узнал всего лишь пару дней назад, поэтому я на нём не записывал. Если бы я раньше узнал, я бы давным-давно уже на нём записал. Но, так как я узнал совсем недавно, я немножко приопоздал с таким вот роликом. Поэтому, парень, давай-ка я тебя, пожалуй, скину. Извини, конечно, что так вот получилось. Вот такие вот у нас обстоятельства. И, кстати, это моя первая попытка. С первой попытки мы выиграли. Единственное, что вот я не знаю, где показываются киллы, показываются ли они вообще. Но, если я не ошибаюсь, я сделал где-то 4 килла вроде как. Ну и, в общем, как-то так. Ну что же, первый раунд мы выиграли, так что давайте перейдём ко второму. И да, вы наверняка заметили этот скин, я об этом поговорю в следующем раунде. Так что, погнали к следующему раунду. Йоу, вот наш второй раунд, играем на карте, которая называется у нас. Факел. И вы наверняка заметили то, что я добавил новый скин, вот. И, возможно, даже кто-то его и помнит. Ну, там, не знаю, где-то один человек из 33 тысяч. Так как этот скин использовал в каком-то одном ролике, где-то, наверное, полгода назад. Всего лишь в одном ролике я его использовал. Поэтому, не знаю, если кто-то помнит этот скин, то поставьте лайк. Потому что это реально немножко было бы нежданно. Так, ого, парень, отличненько, мы тебя быстренько убили здесь с моим тиммейтом. Ё-моё, сколько же тут лута-то. Ой-ёй, тут пытается кто-то убить моего тиммейта. Нет, баратан, обойдёшься. Давай-ка без этого. Тут ещё кто-то прибежал. Так, такс. Ёшкин Декот, как же всё опасно-то. Капец, вот это экшончик такой нехиленький. Такс, мне бы хилки какой-нибудь. У меня просто хп вообще нет. Поэтому я свифтухенцу заюзал. Правда, не знаю, как она мне сейчас поможет в данный момент. У меня хп нет. А я ещё и думаю парня этого зарашить. Зачем? Тумка, не надо, пожалуйста. Зачем ты это делаешь? Тумка, угомонись. Ладно, извини, парень, но это не я. Я не могу это контролировать. Это как-то само. Ладно, мы его убили. Ну и теперь я, наверное, буду частенько менять скины. Для того, чтобы вводить какое-то разнообразие. Потому что если играть очень долго с одним и тем же скином, он как бы начинает надоедать. Это как бы само собой понятно. И я сейчас беру золотые яблочки. И ещё золотые яблочки. И не только... Ой, кто меня бьёт? Лол! Вот это вы, конечно, дерзкие. Дерзкие? Сколько здесь дерзких пацанов? Можно я отойду? А то у меня здесь даже лагает. Я, в общем, залутал всё самое лучшее, что есть в сундуках. Не для того, чтобы быть залутанным. А лишь для того, чтобы эти вещи не достались другим. У меня есть, значит, одна идея. Я сейчас выпью зелье. И мне нужна лава. Пожалуйста, лава. Блин, у меня нет лавы. Ладненько, нет лавы. Тогда я пойду к вот этим вот пацанам. Ой! Вот это было опасно! Вот это было крайне, крайне, крайне опасно. Я одного убил. Точнее, скинул. Второго сейчас, надеюсь, тоже убью. Капец же, вы лагаете, ну? Давай-давай-давай, пацан. Давай, ты же не бессмертный. Я верю в то, что ты не бессмертный. Почему ты телепортируешься? Алё, давай не будешь телепортироваться. Да, ты просто... Чё ж ты такой бессмертный? Во, убил. Капец, как же я тебя долго-то убивал. Жесть просто. Я остался один-один с каким-то пацаном непонятным. Надо быстренько подобрать что-нибудь да интересненько. Лава, например, не знаю. Лава, в принципе, мне подойдёт вполне себе. Слушайте, очень эпичный второй раунд. Правда, я не знаю, сколько я сделал киллов, и это очень обидно. Не знаю, статс может или что-нибудь такое написать. Не знаю, какая здесь команда. Ребят, если вы знаете, как проверить, сколько у тебя киллов, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Мне будет очень это интересно. И потому что для меня это, как бы, очень важно. Ну, потому что, блин, я, как бы, играю. Я хочу знать, сколько я сделал киллов. Ну, и, кстати, я не знаю, буду ли я записывать на этом проекте. Это всё зависит только лишь от вас. То есть, если ролик, как бы, этот наберёт много лайков, это значит то, что вам понравилось. А если вам понравилось, то Тумчанский идёт записывать для вас ещё на этом проекте. Так, ты тоже без штанов, как в прошлом Deathmatch'е прошлый пацан? Ладненько, давай-ка иди ко мне. Ну хотя бы с тобой-то получится у нас тактика-галактика, давай. Да ладно, ой, я тебя поджёг всё-таки. Хорошо, я тебя поджёг, это хороший признак. Это признак того, что ты не бессмертный, а значит то, что, в принципе, ты очень скоро, наверное, упадёшь за мир, либо я тебя просто убью. Наверное, второй вариант мне больше подойдёт. Давай-давай. Ну ты ж, ё-моё, чё ж ты такой живучий-то, ну? Давай. Опа, победа. Жесть, просто с первой попытки записал и второй раунд. Слушайте, чё-то в последнее время слишком мне часто везёт на первой попытке. Ну и, в общем, на второй раунд мы тоже затащили, так что давайте мы перейдём к третьему. Йо, вот наш третий раунд, и играем мы на той же самой карте, а именно на карте, которая называется у нас Факел. Я уже постепенно начинаю выучивать эти названия. И давайте сделаем с вами такой договор. Давайте, если этот ролик наберёт 600 лайков, а лично для меня 600 лайков как бы это не мало, для меня 600 лайков это достаточно много. Так вот, давайте, если этот ролик наберёт 600 лайков, я выпущу ещё один ролик на Кристалликсе. И, наверное, как-то так это будем делать. То есть, допустим, как только ролик по Кристалликсу будет набирать 600 лайков, будет выходить новый ролик по Кристалликсу. Вот как-нибудь так. Так как мне здесь, в принципе, понравилось, особенно учитывая то, что я могу убить этого парня. Ну как бы, я бы и на Хайпикселе мог его убить. Ам, хотя, может и нет, я не знаю. Но, факт остаётся фактом, что нужно идти на центр. Кстати, не забывайте то, что ресурспак этот я вам скину за 400 лайков. И мы первые на центре или нет? Да ладно, походу мы первые на центре. Но это не точно. Или всё-таки первый лол. Походу мы первые на центре. Учитывая то, что здесь вещички-то нормальные. Блин, мне бы золотые яблоки и всё. Ну ладно, ендер перлы, в принципе, тоже лишними не бывают. Во, золотые яблоки, отлично. Ну и лук, в принципе, тоже можно забрать себе. Ой, меня кто-то бьёт. Так, что у меня зудочка такая? О, удочка на откидывание, это хорошо. Ну-ка, ну-ка, давайте-ка мы её протестим. Так, парень, 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 парень. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты чё, ты чё это, завёлся? Ты чё завёлся? Ну-ка, давай. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Давай, 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 ещё мы тебя скинем. Давай, 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 мы тебя должны скинуть. Да ладно, ладно, ладно. Всё-всё-всё, я расслабься, братан. Я пошутил. Успокойся. Не делай резких движений. Парень, успокойся же. Ну чё ты так завёлся-то? О, всё. Так, я, пожалуй, скушаю. И потом его толкаю в ней. И тем самым я могу его завести в комбат. Да ты когда-нибудь умрёшь? Чё ты так тоже заводишься как-то? О, всё. Отличненько, я тебя мы тоже убили. О, лол. Победа ещё одна очередная у нас. Мы, походу, всех просто выкинули за остров. Что ж, ну и на этом, пожалуй, всё. Большое спасибо всем за просмотр. Если вам понравился ролик, обязательно поставьте лайк. Также напишите положительный комментарий. Также не забывайте, что ресурспак этот я вам скину за 400 лайков. Ну и новый ролик на Кристалликсе выйдет, как только этот ролик наберёт 600 лайков. Вот как только он набирает 600 лайков, я сразу же бросаю все дела и бегу записывать вам SkyWars на Кристалликсе. Ну и я вам желаю всего самого лучшего. До новых встреч. Увидимся в новых роликах. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok